Братцы, батя Кубаколоса, теперь мне где-то такого не найдете. Самодельный гусак Штангель Циркульт показывает невестка-поэта снова то, что делает этот музей особым. В штате родные люди. Уже полвека колоски, если по классику, вводят экскурсии по мемориальным усадьбам, сохраняя атмосферу колыбели, песнира. Иосиф Михайлович Мицкевич, родный брат Кубаколоса, он многие речи отдал нам экспозицию. Праник, как я кажу, пральная машинка мамы Якубаколоса, разец, каким дядька Антос выразил лыжки из вишневого древа. И Аполлоник, то и дело, падежцы бог, то жвава, смелый, кидал тесто в сковородки. Сюда не только в Думках залетают тысячи туристов. Не удивляют отзывы поляков. В музейной книге есть записи гостей из Эфиопии и Венесуэлы. Свои душою спочивают на литературных плэнерах в Акинчицах. Этим летом напротив колодца журавля поселился Аист. Ученые шукаются, где центр Белоруссии. Центры вот тут, где народился Якуб Колос, где народился Янка Купала, где народился Максим Богданович. Их некольки. И на этих центрах тримается наш вчерашний день, сегодняшний и будущий. 270 гектаров над Неманом – особо охраняемая территория. Пять километров от райцентра Столбцы. Лесничевка Альбудь. Воссоздан господский дом, хозпостройки с тростниковыми крышами. Тут мой рай. Верьте словам Колоса. Сотрудники ваши просто подвижники. Их мало осталось. Надо больше здесь, чтобы людей работало. Потому что это дело государственной важности. Потому что Якуб Колос – это достояние всемирное. И все, что связано с его именем, конечно, нужно бережно хранить. В поэтическом Парэджи действует интерактивная хат Казнахарки. Новая экспозиция «Природа в творчестве Колоса». Здесь и лабиринт жизни насекомого, и стенд следы зверей, и улей диких пчел. Точь в точь, как снаружи. Когда запустить, например, пять годов ничего не робить, от юбилея, то юбилея, то это было бы складано. А когда каждый год потребливать, то бачите, тут свежие, срубленные парканы. И район допомогает. И находим мы спонсоров. Беспокоят в мемориальном хозяйстве чаще дороги. То и дело размывает. А годы-то Колоса считают по осени. Сейчас, правда, крынички возенькая ложа пересохла. 67-го де-юре филиал называют Николаевщина. Де-факто центральная усадьба в паре верст от села. Будучи в Смольне, обязательно советуют присесть под вековыми липами и вспомнить Купаловское. От прадедов спокон веков нам засталась Аспадшина. Или Колосовское. Мой родный кут, як ты мне милы, забыть тебе не мои силы. На этом месте летом 1912-го состоялась первая встреча ровесников. Неслучайно Колос отправился именно на берег Немана в 56-м, чтобы проститься. Секретарь народного поэта вспоминал. Ходи осторожно, как не потревожить уявлением. Не поленитесь заглянуть также в усадьбу Лосток. Самую аутентичную из колыбелей Писнера. Александр Матяз, Дмитрий Буйн. Наши новости. Минская область.